Ладно, очень я окружаю, но мне хватит то, что... Сидит, который с парадами... Хорошо... Ау, поумнеть! Вот ты какая... Смиралечка еще в конце, а? Добавился до инстарта... Я... Я не знаю, я добавился до инстарта... Вот ты это движуха... Эээ... А тут что, свадьба? В его фото готовятся... Их не было буквально... Вот три часа назад поставили быстрый кармин... А че, они сейчас быстрый раз разыграли... Сейчас они приедут, молодожены... Они, может, где-то сейчас там уйти, понимаешь? Церемонию сыграют... Грузия, шикарные... Часто это делали... Шикарные... Нас тоже часто рискнули... Да, он просто очень забрит... И сюда выжалились... После того, как вы запросы увидели... Ну а Сапу уже давно в Грузии? Давно в Грузии... Не понял? Давно в Грузии... Восемь лет уже... Восемь лет уже... Ну и как... Я немножко задержался... Семья, дети... Семья, дети... Не знаю... Не знаю... Ну где? Лучше... Ну вот, наверное, приедем... Давай, скатаем... Скорбочку... Смотрим на них... Где-то дрась, наверное... Там будет... Такий страх... Так... Молодь... Режиссер Семья... Семья, сезар... Как съездят... Семья, сезар... Семья, сезар... Тысячник... Столько лет... Семья, тысячник... Семь тысячник? Можешь сказать... Что там... Кто будет тебя придуть? Нет... Там же, ирознение... Да, тоже, ирознение... У нас будет стоимость... Да... Волен, рядом... Семья, тысячник, Там база высокая... Стоит около 6500 вагонистов, которые уникают 6500 вагонистов, представляешь? То есть мой рекорд мира не купили, потому что он был на 7. 7128 вагон. Ага. Получилось. База на 6, а 640 вагон. Не хотелось залазить. То есть на базе мы не поймали хорошую кожу. То есть за мной все было больше. Детали много разными. С какого? Как вот в плане плотного окружения? А как? Кислород. 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 То есть когда начинаешь, что плохо? Да. Включаешь на подышать. Что? Как раз. Амализировался. Знаешь. Существуется, знаешь. Водопад. Утром такой замечательный. Это вот сейчас вот там. То есть... Обалдеет. Да, 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 да. Я сначала подумал, как... Молочная такая, да, отлили. Поднимался? Да. Одиннадцать часов. Одиннадцать часов ушло? Одиннадцать часов. А каким темпом ходили? Обычным темпом? Обычным темпом. Обычным шестеркой? Обычным шестеркой? Ты имеешь в виду, каким темпом ходил? Обычным темпом? Какой? Ну... Какой скорость? Я понял тебя. Я ходил по обычной тропе. Скажем так. Туристической, да? Туристическая тропа. Там куча людей ходит. Откуда забежал? То есть люди ходят? Это спокойно можно сделать? Без проблем. Единственная проблема, это трещи небольшие в одном месте. Я не сказал вот в этом небольшой нюанс. Желательно обвязка. Если идешь туда пост, то дебилов. Молодец. Да, да, да. Это так опасно. Да, да, да. Да, да. Да, да. Если гора проверенная? Если гора, конечно, не проверенная, то у нас лазится. А еще такой вопрос. А? Такой вопрос. Ты карты топографические с собой брал или можно даже без карты? Нет, без карты. Без карты? Да. Там идешь, там, реально набитая карта. Набитая, я понял. Да. За зиму она, если идти, это в сентябре. Ага. В конце августа. Я в августе шестнадцатого. Да. Я в августе шестнадцатого. Да, в августе шестнадцатого. Я в августе шестнадцатого. Да, я в августе шестнадцать. Да, решу, что там здесь. Ха-ха-ха. Добавляю. Да, да нет, не судя со мной дома. А я здесь был, как раз приехал в этом году. Да, в августе шестнадцатого. Да, в августе шестнадцатого. Классно просто пойти на такой трек. И всего лишь одиннадцать часов. Слышишь? Слышишь? Но без остановки, если это. Ну, я понимаю, я понимаю. Ты можешь суммировать время, если можешь останавливаться. Конечно. Слышишь? А там реально с ночевкой? Можно остаться? Да, конечно, на халатке не слушаю. Ах, ты угодно как просто. Там в рекламе хат есть, все там останавливаются обычно. Можно даже галатку не тянуть. Но откуда как-то там заплатишь какую-то деньги. Я не знаю, как это было. В шестнадцать назад я это делал. Это... Доносли было. Так что это было. Шикарно. Ну, я приехал из Галатки, у нас тут был какой-то пракет. А я здесь поезд, да. Не, ну, для этого. Я не знаю, почему бы еще. А, в очи-кучи. Да. В очи-кучи. В очи-кучи. Достаточно тяжелая дорога. Наши дайки не дошли до верха. Ну, я еще, честно говоря, ни разу ему там снежный трек не делал. У нас просто в Израиле есть одна гора, называется Кердон. Ээээ... Тгэ. Она маленькая, да. И она одна здесь. Только зимой выпадает снег. Летом его даже, в принципе, нету. И... Ну, я там ходил как бы. Ничего особенного. То есть, у меня никак не впечатлило. И поэтому как-то... И... У меня не получилось подключиться вот на... Вот именно вот драйвшу получить. Вот. Поэтому как зимние вот эти походы, я не знаю. Да и у нас тогда она жарко. Мы по пустыне, мы в основном ходим. Не знаю про что. Это пустынный такой пошел. Есть, конечно, север, но... Да. Да. Можно поехать... У нас идти недоступные. Ну да. В Европу, как говорится, В Европе, В Европе, В Европе, там вообще все красиво сделано, значит. И чем мне и Кавказ нравится, даже больше чем Гималая, тем что Гималая обхожена очень сильно. А, Гималая обхожена очень сильно. Даже на ее сиденье хотят, как раз, бессмазно. Да. Да. Это мне очень понравилось. Да. Вездитель? Да. Пошел из земли. Не хотят. Ну, либо ты уйдешь. Дикарем их, не знаю. Братер, пошел. Да. Что случилось? То есть, так далее. Ну, вот, твои друзья-то, ну, надеюсь, так и здесь, ну, совершенно случится, то у тебя выигрыши. Это мое. Что? Да. 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 Не, ну. Ну, ты знаешь, у меня это было типостики, когда я был там, лет 17, и я очень любит богу, что я собираюсь здесь зарабатывать, и я тебе. Это самый, на самом деле, лучший у меня друг, он и туристический гид в Израиле. Он походник, хайки вот этим делает. Организовывает. У него хороший английский, и еврей, и русский. То есть, он собирает группу ребят, уезжает с Украины, и Белоруссии, и с Россией. Собирает, они ходят пестыни, у него есть этот фуманный хайк, который он делает, постоянно проводит, раз в неделю. Как бы он тоже мне сказал, смотри, ну, у меня не приятно, у меня нужны просто эти деньги, элементарно, как бы, содержать вот, свой, ну, как это сейчас скажу просто, экипировку, он же, как бы, предоставляет так же ребятам экипировку, потому что многие приезжают, у них нет нормальных сумок, а это ночной поход, вот. Рэн, да, Рэн, он буквально-то символический, чтобы содержать. Да, я понял. вот, вот, не то, что мне горит. Ну, ему очень нравится, что его хобби, какие-то деньги приносят, на молоко, на еду, и, вот, похерачить немножко. Здесь компуляция вся.